Дорогие друзья, здравствуйте! Сегодня мы с вами будем рассматривать и сравнивать два похожих сорта. Значит, с этой стороны НК Лилон Лила, селекционер Наталья Козак, Украина. А с этой стороны Хава Ин Клауд, селекционер Сарана, зарубежная селекция. Рассматривая эти два сорта по фотографии, разница вообще незаметна между ними. Кажется, что это одинаковые сорта, просто разные названия. И даже вот задаешься вопросом, ну почему же так, да? А вот вырастив эти два сорта вместе, разница видна. Похожи сорта только по окрасу цветов. НК Лилон Лила, сиреневые цветы и по краям лепестков, такой вот белая обводка. А здесь то же самое, сиреневые цветы и белая обводка по лепесткам. Вот на этом цветочке более заметна эта обводка. Отличаются же цветы по махровости и по размеру. НК Лилон Лила, это прям вот густо махровые цветы. И они крупные в сравнении. Здесь цветы просто махровые и они помельче. Также по цветению отличаются. НК Лилон Лила, это такое букетно-шапочное цветение. Вот так вот цветоносы раскладываются по розетке. Цветы очень крупные, тяжелые у НК Лилон Лила. Поэтому, когда они уже долго цветет, сорт, они вот так вот разваливаются. А Хавайн Клауд, это цветение венчиком. Вот так вот цветы раскладываются. Потому что они не такие тяжелые. И поэтому здесь получается веночек, а здесь шапочка-букетик. Так, еще отличие между этими сортами, такое, знаете, значительное, в розетках. НК Лилон Лила, это такая жесткая розетка, непослушная. А Хавайн Клауд, это розетка более аккуратная и более послушная. Я вообще не люблю говорить о сортах в плане плюсов-минусов. Я даже не знаю, какой мне сорт нравится больше. Ну, наверное, все-таки НК Лилон Лила, на мой вкус. Очень крупные цветы. И мне все равно, какая здесь розетка. Тем более, если за этим сортом, ну, так сказать, побегать возле этого сорта, устроить ему небольшие танцы с бубнами, вот в плане освещения, то можно вырастить розетку очень даже хорошенькую. Вот так вот. Так что, дорогие мои, в принципе, какой можно сделать вывод из этого видео? Нет похожих сортов фиалок. Вот все-таки нет. Каждый сорт отдельный, он индивидуален. И все равно между ними есть отличия, которые порой сложно заметить по фотографии или же по видеообзору. То есть, нужно вырастить, посмотреть и сделать выводы. На этом, на сегодня все. Как всегда, хочу пожелать вам мира, добра и благополучия. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok